приветствую всех на своем канале это прекрасная орхидея расцвела и показала свою личико еще разок ее подарили мне в двадцать первом году и она не цвела почти полтора года у меня день рождения 13 декабря вот мне ее на день рождения подарили сыночек подарил и хочу рассказать как она себя чувствует она цвет совсем точный не передает внутри у нее здесь желтая серединочка и такие малиновые красивые ободочки беглипчик название не знаю на горшке не было пропечатан и вот она за это время все росла росла и я ждала от нее все время цветения она не цветет и не цветет на старом цветоносе она мне решила за полтора года вырастить детку эти какая детка ножа корешочек от 1 пустила ведь детка красиво дальше на втором старом цветоносе она отрастила один цветочек но листики она хорошая нарастила вот какой красивый мощный лист этот 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 этих не было листочков 3 листика точно за полтора года отрастила и вот она выпустила смотреть новый цветоносик и будет она мне еще цвести снова цветоносик корешочки у нее в отличном состоянии она у меня росла в керамзите но я посадила более мелкий керамзит и чуть-чуть глубже так как она вытянулась и начала шататься в горшочки видите какие хорошие корешочки смотрите у нее все отлично орхидейку здоровую купишь она и здоровая будет вам расти и цвести и листики давать а купишь реанимашку как я беру любительница острых ощущений и реанимашка показывает себя реанимашкам в дальнейшем смотрите я какую купила реанимашку эту я выберу про нее уже можно не рассказывать она замечательная смотрите купила реанимашку не реанимашку а от цветашку как мне сказали по интернету я купила три два цветка и этот решила купить еще бонусным счетом дешевый 100 гривен думаю надо купить какие цветы я купила в конце покажу сейчас покажу эту красоту смотри цветет красивенько белый у меня как раз не было листья замечательные все у нее хорошо корни хорошие все но посмотрите сюда видите надо ее срочно пересаживать у нее пошла какая-то гниль срочно сейчас я займусь этим и надо ее спасать потому что такое на вид крепкое цветущее растение может погибнуть буквально за один день-два чтобы этого не случилось я вам покажу что я буду с ней делать для начала ее вымем из горшочка смотрите корни какие хорошие замечательные сейчас посмотрим что у нее там случается поверху вынуть из горшочка нужно вокруг вот так обжать горшочек пальцами и легко вынимать вот этот торфяной общий стаканчик я вынимаю в котором она росла или кокосовый как он там непонятно а там еще один торфяной вот стволик так держатель это надо делать медленно чтобы не повредить корневую систему которая у нее имеется может она не гниет ничего посмотрим сейчас надо ее спасать потому что лишусь орхидей я хотела белую дешевую все как было по заказу белая дешевая пожалуйста принимайте ну немножко с дефектом ничего сейчас будем бороться с этим дефектом может он и не сильно там хотя он ведь наверное сильно почистить я надо дать если были бы хорошие корни и смотрите стволик хорошем состоянии корневая шеечка так можно ее не пересаживать а здесь вот видите что творится на вид корни хорошие но вот это вот мне уже не понравилось я хотела чтобы нам подцвела просто не трогая ее но не получает и две другие тоже орхидей кия которая купила сразу же пересадила ну там не было гнили ну там в одной корешочков было мало а другая сбросила просто цветочки стрессанула как говорится хотя бы не было тут ничего черного мы сейчас посмотрим обработаем его я обрабатываю перекисью водорода вот у меня перекись водорода тампончик и обрабатываю лезвия теперь можно обрезать обрезать будем сухие корешочки безжизненные которые вот это вот не нужен корешочек зелененький здесь обрежем она переломилась в этом месте обрежем ее этот листик надо будет наверно хотя сейчас посмотрим интересно поковыряться я люблю это дело вот нет поддель под этим листик эти вот здесь если его освободить может быть гниль дальше не пойдет лист замечательный хороший но его надо освободить перерезаем пополам теперь разрываю по вот этому месту ровненько и смотрим отлично смотрите какая чернота какая гниль творится сейчас вторую часть посмотрим эти гниль и так оставить она бы за один день за два заняла бы вся но мы не допустим этого вам покажу что я буду делать сейчас отрежем этот корешочек сухой вот этот тяжей я тоже срезаю в этом месте она начала подгнивать и под листочек пошла и пошла и пошла чернота не везет мне с белыми орхидеями как куплю не анимашку все пропало как куплю пропало а что ж такое за наказание это место мне очень не нравится между не могу все корни срезать правильно я сделаю по-другому смотрите срезала все что смогла дальше резать не буду кто-то скажет она неправильно все делает но мне нравится этот метод смотрите что буду делать я беру обычный лак для ногтей у меня уже был опыт я вам покажу в конце видео что получилось с этим методом и вот это вот где черное я заметила шеечку не выше не ниже где чернота нужно намазать обильно лаком для ногтей есть очень много препаратов фундазол потом максим хороших препаратов но я хочу поэкспериментировать мне надо просто вылечить я знаю что на вылечиться я хочу сделать еще один эксперимент у меня был один удачный эксперимент а сейчас попробуем еще на таком такой орхидеке цветущий так обильно лаком для ногтей смазываем всю черноту по кругу по кругу вся чернота все оставлю подсушиться а пока я вам покажу эксперимент свой с лаком для ногтей вот я ставлю коробочку без воды просто подсушиться сейчас уберу все вот посмотрите та самая орхидейка которую я спасала лаком для ногтей посмотрите на ее корневую видите шейка почти вся испортилась корешочки выжили но посмотрите каких она пустила молодые корни видите как у нее все хорошо смотрите рожки прям пошли с разных сторон с молоденького растения то есть гниль прекратилась и благодаря этому лаку для ногтей видите она подсушила все хорошо видите даже на корнях была черная переломанные корни все а оставляла я свою орхидейку смотрите новый листочек нарастила было два листочка все и она уже доходяшка была мягкие листья были сейчас тверденькие стали листочки хорошие они еще смотрю пятнистые у меня какая-то сортовая орхидейка это тоже реанимашка покупала сортовую получается даже не знаю какая видите какие прекрасные корешочки лезут и у нее будет все хорошо в стаканчик с водой я поместила свою орхидейку и корни еле касаются видите сразу у меня касался один корешок потом я долила больше воды и касаются воды видите там ком состоянии она у меня стоит и вы наращивает корневую систему воду я не меняю ведь она уже там немножко мутненько воду не меняют а добавила в воду препарат вот hb101 шикарный препарат это не реклама это просто любимый мой препарат одна капелька на литр воды и я добавила можно этим препаратом и поливать орхидейки и очищать листики тампончиком опрыскивать я не люблю чтобы мои орхидеи не болели так это я вам рассказала сейчас покажу еще какие орхидеи я купила дополнительно конечно я купила вот эту орхидею с такой корневой системой она мне понравилась 100 гривен думаю да ладно возьму и сейчас покажу какие основные орхидейки я купила вот я их тоже пересадила в керамзит и вот такая орхидейка смотрите это по-видимому бронзовый будо это парфюмерная фабрика и я ее решила оставить у себя пускай порастет смотрите сколько цветочков ну тоже немножко уже сбрасывает на что у нее какие-то точечки черные надо обработать октарой но она прекрасная правда рядом моя здесь стоит красавица еще заразится ничего пускай меряться будем всех обрабатывать октар и рядом с ней я посадила релакс 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 это орхидейка она такая восковая и она стрессанула и сбросила цветочки а остался один цветоносик но правда здесь кончик вроде бы растущий не знаю может еще пустит вот такие две орхидейки я посадила в один горшочек и они очень прекрасно будут себя чувствовать в этом горшочке вот видите еще один цветочек отпал все что я вам пообещала у меня еще одна расцвела орхидейка бабочка 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 красавица вот она тоже парфюмерная фабрика это пахучка здесь у меня две бабочки вот эта формоза красивая орхидейка и эта бабочка видите с петлистыми листочками я еще не знаю как ее зовут но она очень красивенькая видите настоящая бабочка тоже в одном горшочке будет расти две бабочки когда обе расцветут видите какая корневая система у формоза пошла в разные стороны растет себе и у этой тоже корни есть не хочу двигать сейчас то сейчас все поломать вот такие орхидейки у меня на сегодняшний день цветут и радуют меня и мою родню спасибо всем за внимание пользуйтесь моим методом который восстанавливает орхидеи с помощью лака напомню мне под подошел значит и всем поможет и наращивайте корни стаканчиках на водной основе можно добавить препарат hb101 можно не добавлять я пробовала вверх тормашками орхидейку ставить чтобы она наращивала корневую систему не получается листья становятся скользкие скользкие вялые вот еще у меня орхидейки на доращивание корневые эти пускают корешочки и вот орхидейка пускают корешочки это леодорка цветонос я не обрезала в стаканчиках стоит на окошке и пускают цветочки все всем удачи всем пока до новых встреч всего вам доброго а а а а а а а